Продолжаем с вами подводить итоги сезона и сегодня у нас очередной ролик обзора с урожайами. Смотреть мы будем технические и универсальные сорта. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Ролик будет состоять из двух частей. В первой части мы с вами посмотрим молодые посадки. Посадки третьего года и их урожай. А во второй части уже взрослые кусты. Находятся они на разных участках. Молодые это суглинок, Дзержинский район Минской области. Взрослые посадки это песок, но тоже Дзержинский район Минской области. Также напоминаю, что съемка проводилась в разное время. Поэтому дата будет озвучена либо в кадре, либо написана на экране. Точно так же будут написаны параметры сусла. Единственное, что на сегодняшний момент, на дату съемки у нас еще пару сортов висит. Значит, там будут параметры ягоды. Почему висят? Это сорта поздние. Они у нас на испытании. Они, в принципе, набрали свои кондиции. Но мы не успели их снять перед дождями. И поэтому сейчас пару дней им еще дадим немножко восстановиться. У нас завтра уже обещают хорошую погоду. Поэтому возможности есть. Пусть еще повисят. Все остальное снято, уже бродит. И поэтому все покажем и расскажем. Итак, начинаем. Это у нас околон на 26 сентября. Полностью готов. Достиг фенольной зрелости. Даже некоторые ягодки уже начинают изюмиться. Общий сахар в сусле 21 брикс и PH 3,0. Алиминский достаточно хорошая нагрузка. На нем же я показывала зеленый сбор. Единственное, что надо было сделать все-таки еще чуть больше. Потому что есть не совсем равномерное созревание ягоды. На 29 сентября полностью достиг фенольной зрелости. Косточка коричневая с сахаром в ягоде от 21,5 до 25. Почему я говорю о неравномерном соответствии? Потому что в сусле получились несколько другие цифры. Но их вы видите на экране. Легкий мускатный аромат достаточно хорошо держит кислоту. Что для мускатных сортов на самом деле очень хорошо. И перспективу в дальнейшем, я думаю, что интересно будет десертные вины с него делать. Ну, посмотрим. Ананасный сорт универсальный. Очень урожайный, прекрасно грузится. Имеет ранние сроки созревания. Вкус как и следует из названия. Ананасный, приятная желейная мякоть. Его покушать вкусно. И вино мы его будем запускать на игристое. На 30 августа у нас коричневая косточка и сахар 18. В принципе, это его паспортный сахар. Мы его планируем запустить на игристое. Поэтому будем снимать. Тем более, что обещают дожди. Также оставили несколько гроздей висеть на кусте. Довисели они у нас до начала октября. Прекрасно ягода сохраняется. Сахар при этом вырос до 21 брикс. Бриана. Вот, смотрите, какая красота. Какая она яркая, желтая. Вкус очень специфический. Это, с одной стороны, тропические фрукты. Но с какой-то такой легкой цитрунной ноткой. На 20 сентября общий сахар в сусле 21 брикс и PH 3,4. Гурзуфский розовый. Обалденно красивые грозди. Крупные, такие, уже даже и не совсем розовые. Но это особенности нашего региона. Темные. 26 сентября. Сахар 17-18. Легкий мускатик. Приятная кислинка. И косточка, в принципе, вот такая. Да, можно считать, что почти. Такой ягодой можно работать. Работать не есть. Даррен Фейдер. По плодоношению. Ну, там на той плоскости нормальные грозди, да. А здесь, смотрите, такой недопобег. Но специально оставили, чтобы была нагрузка. Да, красота. И здесь их три. Ну, а вот еще грозди со второй стороны. 26 сентября. Несмотря на не самый высокий сахар. Феноль назрелый достигнутый. Косточка коричневая. Травяных привкусов шкурки нет. Вкус классический, европейский. Это у нас дублянский. Первое плодоношение. Гроздей тут, конечно, есть немножко. Но гроздочки такие вот, никакие мелкие. Сахар 22 с хвостиком. Косточка коричневая. На 17 сентября. Ну, и все. Мы уже его срезаем. Бернедорса. В этом году сигналочка. Одна гроздочка. Ну, такая очень неплохая. 25 сентября у нас сегодня. Сахар 21 брикс. Ну, косточка вот такая не совсем зрелая. Ну, что хочется сказать. Когда жуешь ягоду, в ней нет никаких неприятных травянистых тонов. Вот для сравнения. Ну, буквально пару дней назад были на даче. Пробовала кортис. Тоже за 21 сахара. Даже косточка темнее. Ну, его же есть невозможно. И вопрос не в том, что у него танины. А в том, что там неприятные такие тона вот по слен. Ходарка немножко пострадала после дождей. Впрочем, она как-то ягоду подлила. У нее ягода была скромнее, мельче. А тут что-то она вообще вошла в азарт, скажем так. И у кадарки нереальное переопыление. Ягоды вот в грозди. В прошлом году были нормальные. А в этом, ну, наверное, в три ряда. Ну, прикольно у нее с окраской. На солнце грозди такие более розовые. А в свинке более темные. На 1 октября ягода готова. Фенольная зрелость достигнута. Причем тоже интересно, что в этом году по слену шел очень рано. Вот в прошлом году мы ее держали до последнего. Ну, мы специально заводили такой вот поздний сорт. Нам интересно с ним попробовать поработать. Так вот, в прошлом году держали до последнего. И по слену шел вот в самый последний момент. А в этом сезоне уже, наверное, ну, в начале сентября по слена не было. Вот эти травянистые ноты ушли. Такие небольшие, компактные гроздочки. Второй год кусту, но уже у него тут неплохой рожайчик заложился. На 1 октября фенольная зрелость полностью достигнута. Косточки коричневые. Интересно. У него такой вроде изобельный вкус. Но не такой явный мешочек. Есть что-то специфическое. Такое очень приятное в ягоде. Ну, посмотрим, как будет в мене. Интересно очень ягода. Красивый в этом году опылился никак. Ну, это его первое плодоношение. Вот такие вот непонятные гроздья, растрепы. Вот здесь вот тоже. Вот такие. Ну, потенциал есть. На 26 сентября сахар от 18 до 21 фабрикс. Фенольную сделать мы не посмотрим. Здесь нет косточки. Но я много раз говорила, как определить. Ягодку пожевали. Никаких посторонних тонов. Ягода вкусная, сладкая, такая приятная. Так что, в общем-то, готов. Кристалл первого плодоношения не очень меня изначально впечатлил. Ранние сроки не показал. Ну, надо делать поправку на год. Что поздний старт все-таки дал свое. Ну, наконец-таки вот 26 сентября все-таки он готов. Даже по цвету ягоды это видно. Косточка и сахар 20. Замечательно. Причем, особенность этого сезона, что вот виноград может стоять, стоять на месте, сахар не расти, не расти. Буквально потом в один день раз выстрелил. И получили классные параметры. То есть, вот. Особенность этого сезона. И, кстати, ровно что с технарями, что со столовиками. Тоже ходишь, пробуешь. Ничего не вкусно. Потом раз в один день. Все. Все готово. Все можно есть с удовольствием. Яводийский черный. Куст очень большой силы роста. Такие достаточно неплохие мрозди. Здесь чуть скромнее. Вот там вообще красавцы в теночке. Но покажу вот так. 26 сентября. Сахар 20 Брикс. Косточка. Конечно, она еще не до конца. Чуть-чуть фенолку не дотянула. Во вкусе легкий мускат и много кислоты. Но, честно говоря, для муската кислота она неплохо. Это у нас Марселан. Первое плодоношение. Ну, груздочки такие скромноватые. Плохо он опылился. Тут еще они есть. Но в этом году не шибко впечатляют. Впрочем, это первое плодоношение. Ну, а 1 октября. Косточка коричневая. По шкурке вообще все хорошо. Ягода вкусная. Без посленых, без травянистых нот. И интересно. В шкурке очень такие вишневые ноты. Явная шкурка жесткая. Очень насыщенная. Олег. Очень красивая нарядная груздя. Очень красивая нарядная ягода. Первоначально кажется, что она какая-то серая. Но на солнышке такая розоватая. Привлекающая внимание. Яркий мускатный вкус. Похож с зимбереба. На 26 сентября. Общий сахар в сусле 18,5. И PH 3,2. И наноар клон урожай. Вот такие шишечки. У нас есть более рыхленькое что-то. Вот здесь такая красивая розочка. Сначала стоял на месте. Мы его тут пронормировали. Оказалось, что может быть и не надо было сейчас поджировывать. Не должна быть такая толстая лоза. Сейчас посмотрим, что у нас был параметром. Ягода не трещит. Ягода целенькая. Тоже несмотря на то, что дождики тут проходили. Сахар в 20. Ну, косточка немножко вот такая. Ну, с другой стороны по белому. Или по розовому вполне можно работать. Шибко травянистых там шкурки нет. Вот это у нас красавчик Рибо. Такие прикольные груздочки. Скрыли меня. Но не все такие есть. Просто вдали пряменькие. Вот такие вот. Ягодка довольно мелкая. Ну, для технаря само то. А размер гроздей такой тоже неплохой. Это вот те побеги, которые вяли у нас по весне. 1 октября. Ну, сахар у него вообще давно был хороший. Порядка 20 я мерила. Потом уже померим все вместе в сусле. Косточка коричневая. Финольная зрелость достигнута. И у него был послен во вкусе. Вот уже был высокий сахар. Порядка 20 был во вкусе послен. Сейчас уже послен полностью ушел. Ну, в ближайшие дни будем снимать. Фаронда. Это вообще сорт труженик. И кладоносит он абсолютно на всем. Несколько нормировали. Потому что куст молодой. Кусту 3 год. А грозди были вообще абсолютно на всех побегах. На самых маленьких. На каких угодно. Везде были грозди. У Ронда на 26 сентября. Сахар 21. Косточка пока вот такая. Но у нас он и загружен хорошо. И очень интересный вкус. Такой какой-то. Может и вишня. Может еще что-то такое. Темные ягоды. В шкурке. Шкурка не зеленая. И вообще его покушать приятно. Такой он очень насыщенный. Севар. Первое плодоношение. Такие вот небольшие. Грозди рыхленькие. По 2 грозди на побег. На 18 сентября. Коричневая косточка. Сахар 21. Я вчера мерила. Но потом скажем финально. В суслие что будет. Абсолютно не ощущается кислоты. Малыш Симоне. Сюда пересажен. Кустик совсем молоденький. Раз в трое. Не очень удачная весна. Поэтому держим пока что. 17 сентября у нас. Ягода по вкусу очень сладкая. По реальному сахару. Немножко пока что не добирает. Это 17 с половиной. Но. Как-то я уже немножко забыла вкус Симоне. Вкус обалденный. Лесная земляника. Вот кто ходил за лесной земляникой. На солнечную такую теплую полянку. Заходишь там запах такой земляники. Клубника ярчайшая. Причем знаете. Такая вот химозная клубника. Которую ароматизатор добавляет куда-нибудь. Она такая яркая. Яркая. Прям вот. Дивющая. И вообще я думаю. Что. Ну. Когда он у нас тут чуть-чуть повзрослеет. Попробовать тигристой сделать. В теории может быть обалденно. Это у нас сигналочки Шардоне. Думала не созреет. Прям они такие. Висели зеленые-зеленые. Еще в начале сентября. Но тем не менее. В 26 сентября сегодня. 18-18 с половиной брик сахара. И смотрите косточка. В принципе. Для белого сорта можно работать. Вэльянт красавчик. Третий год кусту. Хорошая нагрузка. Хотя даже пришлось немножко и пронармировать его. Самым первым у нас зацвел. 25 мая он уже цвел. Но несколько неравномерно. Такие красивые. Очень компактные груздочки. Плотненькие. Небольшенькие. Ну а вот. Три на побег бывает. Четыре. Немножко пронармировали пусту. Очень много было абсолютно вообще на все. На 30 августа. Сахар в ягоде. 19-20. В принципе для легкого красного вина вполне может быть достаточно. Вкус у Вэльянта очень интересный в свежем виде. Он такой вроде изобыльный. Но там более яркие земляничные ноты. Более приятные. Софира красотулька. У меня такие очень интересные ягоды. Они прям прозрачные становятся. И сквозь них видно косточка. Грозди такие достаточно. Крупные. Вот смотрите какая красотулька. Хасанский Боуса. Шикарно грузится. Легкий, приятный изобыльный привкус. Хорошая сила роста. Смотрите нам чуть-чуть не хватает дофинонной зрелости. Только что пупсик окрасится. В Вардову урожай небольшой. Восстанавливали куст. Плюс весна внесла свои коррективы на 22 сентября. Сахар в маленьких желтых ягодах 22. В обычных 19-20. Голланд в этом сезоне сильно подмерз. Сжировал. Думали урожая не будет вообще. Но урожай есть. Вот грозди там подлезли на часть грозди. Вот там на второй плоскости. Значит 25 сентября. Сахар 25 брикс. Сахар шикарный. Косточка коричневая. Созрел. Это у нас зелье. Вот такие плотные, компактные грозди. Урожай есть. И урожай довольно неплохой. В зависимости от освещения разная окраска. Вот эта сторона теневая. Да, и вот он здесь темненький. А вот там у нас солнышко было. И поэтому там окраска совершенно другая по цвету. Всегда набирает хороший сахар. Во вкусе очень яркий мускат. Зелга. Пока показываю с теневой стороны. Сейчас перейдем на солнечную. Такие красивые грозди. С плотным пруиновым налетом. Вкус у нее сладкий. Кислота практически не ощущается. Приятные, легкие. Изабельные нотки. Даже не совсем изабельные. Это, наверное, больше в сторону земляники, кубники. Вот такого. Взелги есть на 22 сентября. У нас сахар. 21 брикс. Прекрасная альтернатива любителям. Выращивать альфу или изабелку. И потом мучиться с кислотой. Но зачем мучиться, если можно просто заменить на сорт с гораздо лучшими характеристиками. Вот это у нас ладонар. 25 сентября. Сахар 20 брикс. Срезаем. Вот такой он красивый. С солнечной стороны. Он плодоносит, кстати, на первых почках. На любых почках плодоносит. Лепс, но в этом году очень темный. Интересно, что в этом году дало гораздо более крупные ягоды. Хотя гроздочки небольшие. 18 брикс на 22 сентября. И с таким сахаром мы ее срезаем. Муку за они. Урожай не весь. Часть на второй плоскости. И часть съели птицы. Вот так вот оставив крошки до ножки. Сегодня у нас 25 сентября. Сахар 22 брикс. Можно было бы, конечно, повесить еще. Муку за они может набирать сахара больше. Но очень птицы едят уже. Силу как-то от них прятаться нет. Поэтому будем снимать. Косточка коричневая. Сахара погода позволяет. Можно было бы набрать и может не добирать. В этом году все печально. Просто потому, что птицы осы. Осы бы не ели, если бы не наклевывали птицы. А так вот, посмотрите, чего. Чего творится. Вон злодей сидит. Ну, как есть. Сахар 20 на 25 сентября. Еще бы висел. Но тут уже все зверье. И осы, и пчелы уже прилетели. Но пчелы прилетают на надкусы. Они сами ничего не грызут. Поэтому будем снимать. Мера универсал. Первое плодоношение. Такие неплохие грозточки. Вот это побольше. Вот такая плотненькая. 25 сентября. Сахар 20-21. Прекрасно ягодка сохраняется. Была в мешочках. Тут от ос, от птиц. Птицы очень сильно нападают. Прекрасно сохранилась. Никаких тут ни тресков, ни загниваний. Это у нас нетуран. В принципе, как и большинство весной подборств. Тем не менее. Хорошо стал расти. Он вносит практически на все. Вот на крайних почках. Видно здесь на рожке. Обрезали. Смотрите, вот прям с угловой почки у нас есть урожай. Здесь тоже. И довольно неплохой. Ну вот это такая, скажем, средняя гроздочка. Здесь против света на второй плоскости. Видно, все-все-все повеселее. Смотрите. Вот. Такая же гроздь, но грамм на 300. То есть по урожайности потенциал неплохой. Три грозди на побег. Но одна такая вот хорошая. А две, две другие поменьше. Здесь тоже вот четко прям видно. Больше. Да, меньше, меньше. Ну, нагрузка у куста здесь такая довольно неплохая. Вот это все до мешочков. Вот, смотрите, эти же грозди, что в тени были, вот показывают с другой стороны. Да, такие грозди хорошие, причем вот плодоносы там на всем. Значит, почему не туран? Дело в том, что по территории Беларуси вот этот сорт распространялся как туран. Ну, потом виноградари, которые понимают в сортах, понимают в их описаниях, заявители, что к турану данная форма не имеет никакого отношения. Потому что у истинного турана сок окрашен. Он очень темный, истинный туран, тонильный очень. А этот мягкий, и вкус у него мягкий, и сок у него светлый. И более того, инициативные люди отдали эту форму на генетическую экспертизу. Ну, и оказалось, что, значит, в международном каталоге такой формы нет. То есть достоверно установить, что это, оказалось невозможным. Ну, соответственно, это еще раз подтвердило, что к турану данная форма не имеет никакого отношения. Касается, что касаемо родителей, тоже там не совсем все понятно, достоверно, но в родителях есть пинонуар, вероятно, в родителях есть маскат гамбургский, и немножко есть амурских кровей. Чем хороша-то раненые сроки созревания? Я, у нас сегодня 15 сентября, ягода полностью абсолютно готова, она достигла в том числе и фенойной зрелости, у нее коричневая косточка, у нее абсолютно приятная шкурка, и даже идет уже некоторое перезревание, увяливание. Достаточно тепло даже, можно сказать, было жарко, вот стояло в последнее время, а еще оказалось, что в мешочках мы опоз закрывали, и уже пошло увяливание, поэтому надо срезать. Обладает не самым высоким сахаронакоплением, в единичных ягодах тут и 18 было, и 20, ну и плюс-минус, посмотрим, что в сусле. Ну, высокий сахар, на самом деле, это не всегда важно, вообще для красных вин гораздо важнее фенольная зрелость. Палланга, как и многие другие прибалты в этом году, вот прям такая, очень темная, есть вот там в тенечке на второй плоскости, такая гроздочка розоватая, мы привыкли к такому ее цвету. В этом году все выкрасилось в темное. Вот такие интересные грозди, красивые, тоже таких грозди у нас давно не было. Ну, и по Палланге интересно, вот замечание этого года, если у Лепсона, наоборот, ягода крупная получилась, то у Палланги ягодка меньше, чем обычно. Но гроздочки такие вполне себе хорошие. На 22 сентября сахар 18 Брикс, нам более чем достаточно. По вкусу ягода сладкая, чувствуется легкая кислинка, что для нас тоже очень хорошо, потому что кислота вина нужна, и здесь кислота очень легкая, даже если просто, например, ягоду кушать, она абсолютно ничуть не мешает, а просто гармонизирует вкус. Итак, русский ранний в этом году несколько скромноват, молоденький вкус, плюс особенность года, тут лозочки тонкие, но тем не менее гроздочки есть, урожай есть. Как правило, мы его срезаем в конце августа, начале сентября, но в этом году мы специально оставили висеть на кустах, уже давно он набрал свой сахар, уже давно он созрел, но оставили, чтобы он подождал, когда подтянутся остальные сорта, потому что мы его используем в виноделии, причем используем как сорт разбавитель. Вкусно его покушать, сладенький такой конфетный привкус, наряду с какими-то фруктами. Супага, 22 сентября, сахар 20 брикс. Вот такие, может, давать длинные грозди. Что характерно для супаги, очень часто ягода сохраняет зеленый цвет, и кажется, что она зеленая, а на самом деле она спелая и зрелая. Это у нас желтенькие гроздочки с лэ на 22 сентября, сахар 20 брикс, коричневая косточка. А вот это у нас с лэ. В этом году прям очень такой веселенький, и гроздочек тут есть. По сравнению с годами предыдущими, несмотря на то, что сезон начался не очень хорошо. Желтенькие по цвету тоже вот в этом сезоне он смог набрать прям такие хорошие, красивые характеристики. Приятный такой фруктово-ананасный вкус. Подмешиваются еще какие-то тропические ноты. Ядвига гайлюнаса и гайлюнаса. Вот такая красота. Такие очень яркие, очень нарядные грозди. Смотрите, показываю эту красоту с другой стороны. И вот здесь еще ее часть. Ну, очень нарядная. И у нее может быть различный окрас в зависимости от температуры и особенно перепадов в день-ночь. Было мы ее срезали такую желто-розовую. Но в этом году она вот такая. Запах нереальный стоит возле куста. Здесь находиться сразу слюнки текут. Земляника, что-то еще, какие-то фрукты. Вкус приятный, фруктовый, как мне кажется, с легкой медовой ноткой. Ягода очень сочная. И вот на сегодняшний момент, 22 сентября, такой год, держали максимум до последнего, тем более, что погода позволяет. Очень сочно. Фактически в ягоде остается один сок и мякоти уже совсем мало. Что касается сахара, на сегодняшний день 18 брикс. Ну да, сахара не очень много, но также немного кислоты. То есть по ощущениям ягода совсем сладко. Но вот рефрактометр показывает 18. Суэльсен-Ред. Длинная, красивая гроздь. Тоже у него цвет может сильно варьировать. Но вот в этом сезоне такой получился темный. Приятная желейная мякоть. По вкусу такая яркая клубника. Клубника, зелененька. Клубника может быть даже такая вот, типа как химоза в магазине. Травматизаторы. Такой яркий и довольно приятный вкус. Это у нас каберная кортиз. Правда, съемки конца августа, начала сентября. Так получилось, что каберная кортиз практически полностью склевали птицы. И остались и дни гримбишки. Но по параметрам скажу, что примерно в числа 15 сентября я омерила было 21 брик сахара. Единственное, фенольная зрелость не достигнута. Причем даже больше я ориентировалась не на косточку, а на шкурку. В шкурке очень много было посленовых, таких неприятных нот. Но в принципе куберная кортиза довольно большая конинность. Это тоже ощущается. И по вкусу он так себе уже ближе к началу октября. По пару ягодок осталось. Смысла снимать это не было. Там послен уходит. Но ягода такая очень терпкая. То есть в принципе параметры набрала. Танины набрала в этом сезоне. Но показать, показывала пока оно еще было красивым. Это реформ. Он уже набрал достаточное количество сахара. И большая конкуренция между нами и осами. Поэтому пора бы его срезать. Всегда мы его собираем раньше всех. Вот конец августа. В прошлом году только была задержка. Начало сентября, наверное, мы собирали. В хороших условиях дает достаточно крупные грозди. В принципе, грамм до 200 даже может быть. В этом году, конечно, ну вот это еще ничего. А так гроздочки поскромнее. Виной тому весенние заморозки сильно тут его повредило. Тем не менее, какой-то урожай есть. Да, есть вот такие гроздочки. Но есть, в общем-то, и вот такие. Вкус сладкий, с таким грушевым привкусом, как дюшес. В виноделии мы его пускали уже и на шампанское по классическому методу, и сухое вино сделано по красному способу. В сухом вине он очень похож на шахтаны. В игристом, ну вот по классическому, тоже приятно очень получается вкус. И кратенько подводим итог. Вообще, некоторые сорта у нас на вот этом участке, на котором я сейчас стою, они на испытании. Мы будем смотреть, тянут они у нас, либо не тянут. Ну, тогда от кого-то избавляться, а кого-то садить больше. Вот по итогам этого сезона не вылетает никто. Все остаются. А также по итогам этого сезона точно будет добавляться куст, может быть, два, посмотрим сафиры. Пока вот так. По остальным будем смотреть, будем наблюдать в следующие годы и уже принимать решение. И смотрите, касательно вин. Кое-что мы ставим первый раз, и, конечно, много чего идет в смеси, потому что еще количество небольшие, и сделать их отдельно, ну, маленькими баночками, это сложно, это долго, да, и пока нет возможностей. Это уже будет задача следующих сезонов. Если что-то где-то вот мы будем делать отдельно, то в дальнейшем по результатам буду, скажем так, отчитываться перед вами, буду рассказывать. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку «Щё», ссылка на каталог наших сортов винограда, ссылка на обзоры столовых сортов и наши контакты. До новых встреч! До новых встреч!